В рамках 9-го конгресса студентов Республики Татарстан на площадке Казанского университета обсудили самые насущные вопросы студенческой молодежи. Одним из них стало создание Ассоциации студенческих СМИ. Все подробности далее. Встреча началась с дискуссии, где 38 представителей студенческих СМИ Республики Татарстан обсудили волнующие проблемы молодежного медиа-сообщества. Так, например, было предложено поощрять студентов-активистов, работающих в собственных медиа-центрах, посредством дополнительных баллов в бально-рейтинговых системах. Допустим, если они делают какой-то фотоматериал, статьи публикуют, чтобы за каждую их работу как-то оценивалось, и они могли эти баллы использовать при заселении в общежитии или при назначении стипендии. Также одним из вопросов стало взаимодействие студенческих медиа с региональными СМИ. Сложилась такая ситуация, что региональные СМИ не привлекают студенческие медиа на те или иные крупные мероприятия, не оплитовывают их, и хотелось бы выйти на какой-то контакт обсуждения, и чтобы ребята могли использовать эту возможность, чтобы освещать не только то, что происходит внутри университета, но и городскую жизнь. По итогам обсуждения, предложения представителей студенческих СМИ обсудили и утвердили в виде проекта-резолюции. Эти предложения теперь пойдут на сам большой конгресс, который будет 19 марта, с участием Рустама Нургалевича Минниканова, президента Республики Татарстан. И на основе того, что как примет это предложение Рустам Нургалевич, эти предложения пойдут дальше по ведомствам. Встреча завершилась первым съездом новой испеченной ассоциации, которая, по словам организаторов, станет единым голосом студенческих СМИ Республики Татарстан, где студенты смогут развивать свои медиа-центры, обсуждать насущные проблемы и находить их решения благодаря работе со внешними структурами. Когда еще не было ассоциации, мы с СМИ ощущали, что мы одни в образовательной организации работаем. И когда появилась инициатива, что есть площадка, где можно с друг другом коммуницировать, общаться, мы уже не ощущаем себя такими отдаленными от мира. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.